Алло, слушаю внимательно. Как всегда. Знаете ли вы, что летом многие считают возможным оголить некоторые части тела? Это те, кто, собственно, уверен в своей физической форме. Но я еще не встречала ни одну девушку, даже вот, на мой взгляд, самую стройную, которая бы на мой вопрос, а ты-то хочешь похудеть, сказала, да, у меня вот тут вот лишние полтора килограмма, или вот тут вот три, то есть вот вечно они находят какие-то там маленькие такие жировые складочки, и иногда эти складочки располагаются в районе нежных мышц. Я сейчас имею в виду внутреннюю сторону бедра, которая, когда хорошо прочерчена, конечно, такие ноги не грех и показать. Но как накачать ноги? Некоторые тут же начинают усердно тренироваться и, собственно, на эти мышцы нагрузку и прикладывать. А оказывается, что это не совсем верная тактика. Так можно все порушить и усугубить. И нужно сначала задать вопрос человеку, который в этом весьма разбирается. У нас такой как раз на связи. Мастер спорта, хирург, травматолог, ортопед, мануальный терапевт Михаил Юрьевич Шилов. Здравствуйте, Михаил Юрьевич. Добрый день. Что можно сделать девушке в относительно короткие сроки, мы возьмем две недели, например, чтобы подтянуть мышцы бедер и подкачаться актуальным образом? Ну вот, вы сами сказали как бы две вещи. Значит, подтянуть и подкачаться. Это разные вещи совсем. Чтобы подтянуть, то есть чтобы придать более выраженный тонус мышцам, более с четкой подчеркнутость. Для этого достаточно просто увеличить активность физической юноноги. Это бег, это приседания, различные выпады. А упражнений ножницы нет? Смотря на чем мы хотим с ними поработать. Смотрите, я так понимаю, вот вы говорили про внутреннюю упражненность бедер, не самое, скажем так, эффективное упражнение в этом ножнице, потому что там больше и подключаются мышцы пресса в том числе, и это комплексный вид упражнения. А вот приседания плие, это когда стоп и ног разведены пальцами в стороны, а ноги расставлены широко. Короче, в третьей позиции балетные медленно, медленно. Да, но только широко, да. И важно, чтобы бедра находились, то есть не заваливаться назад, чтобы вот на одной линии с пятками они находились, только тогда упражнение считается выполненным верно. Вот, все вы знаете, вы занимаетесь наверно. Я ходила в балетную школу, но не факт, что сейчас плие в моем исполнении можно считать эталонным. А иногда в сложные моменты я прибегала вообще к отличной технике. Мне надо было подкачать ноги со всех сторон, скажем так, и я просто брала две конные тренировки. Ничто так не творит с тобой чудеса, как часовая конная прогулка. Да, коленями сжимаешь, когда спину лошади. Потом все болит, конечно, но эффект потрясающий. Подтягивается то, о чем ты даже не мечтал. Да. Но вот очень важно понимать такой момент, что... Сынки, про подкачать поговорим теперь. Подкачать, это подразумевается, значит, увеличить объем где-то, если мы так говорим. И обычно девушки хотят увеличить объем ягодиц, по внутренней поверхности бедра прибавить немножко, чтобы гармонично выглядело бедро. Так вот, за две недели подкачать на самом деле не получится. Давайте не будем обманывать сами себя. То есть, если что-то есть, то можно подчеркнуть. Но чтобы что-то накачать, нужно несколько более продолжительный срок, скажем так, немножко более месяца, и будет результат уже заметен. И тренировки здесь совершенно различны. Если для того, чтобы подчеркнуть, нам можно применять объемные тренировки длительные, ну, многоповторные, когда мы много раз приседаем, или долго стульчик делаем, это вот около стены, ну, топора спиной, и как бы садимся, как будто на стул, в статике находимся. Да, длительные такие. То там у нас сжигаются где-то, значит, отложения самые жировые, и те мышцы, которые есть, они становятся более резко выражены. И это красиво, когда уже есть мышечная масса. А если мы хотим нарастить мышечную массу, то нам, наоборот, надо делать упражнения малоповторные, то есть 10, 12, 14 повторений, и с достаточно высокой нагрузкой. Это различного рода подъемы на тумбу, к одной ноге, это выпады с гантелями или со штангой, это приседания со штангой или в тренажере Смита. Конечно, веса должны быть, ну, как, адекватные. Михаил Юрьевич, вот вы говорите про штангу. Я однажды пришла, и мне дали гриф от штанги, просто гриф, он 12 килограммов весит, не так уж и много. Я занималась спортивной гимнастикой, не самая хилая девушка на земле. Присесть-то я присела, а встать уж не смогла. Это было и смешно, и больно. Вот, и поэтому надо действительно такие вещи проводить с тренером и под контролем, мне кажется. Да, безусловно, безусловно. Что может произойти? Да, да, совершенно верно. Сядешь и не встанешь, было обидно. Вот, ну и, наверное, если хотят девушки позаниматься дома, да, вот нет времени посещать спортивный зал, то я, наверное, мог бы дать совет, такую, ну, троечку-пятерочку, скажем так, упражнений, которые могли бы вот, ну, реально, ягодицы подчеркнуть. Давайте мы записываем. Давайте. Значит, первое самое. Это вот именно подъемы на тумбу, то есть одну ногу ставим на тумбу высокую, которая где-то до середины бедра доходит, и поднимаемся на одной ноге на тумбу, то есть как бы заходим на нее, как будто, ну, на ступеньку на высокую, а потом опускаемся также вниз. И так делаем на каждую ногу по 10-12 раз, где-то 3-5 подходов, но зависит от уровня подготовки. Для первого раза может оказаться даже двух достаточно, чтобы все мышцы заболели. Второе. Значит, это приседания. Значит, просто приседания, либо приседания со штангой, либо грифом, либо вообще без ничего. Все зависит от уровня подготовки тоже. Третье. Это приседания плие. Это вот о чем мы говорили с вами. Не надо немножко понимать это как самый балет. В фитнесе плие это только лишь потому, что стоп и ног разведены в стороны. Вот. На самом деле на плие оно мало похоже на балетное. Вот. Четвертое. Это то, о чем я говорил. Это выпад. И самое на ягодице, вот акцентированное. Это так называемый ягодичный мостик. Это когда мы ложимся на пол, на спину, сгибаем ноги, то есть упираемся стопами в пол, и прогибая поясницу, поднимаем таз, опираясь на лопатки и на стопы. То есть как будто на мостик встаем, но не на, так опора не на руки, а на лопатки и на стопы. Вот. Если это легко, значит очень, то можно с лопатками лечь на лавку, а на верхнюю часть бедра положить какой-нибудь гиск от штанги, например, или гантелю какую-нибудь. И в верхней точке максимально напрячь ягодичные мышцы. Вот это упражнение супер подчеркивает. Михаил Юрьевич, спасибо вам большое. Только что узнала, что оказывается есть ягодичный мост. Я только знала, что вот все мосты разводятся, а поцелуев мост, представьте, нет. Пошлю свой привет в северную столицу. Да, да, да. Пожалуйста. Маяк. Ага, всего доброго. До следующей встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...